В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнор Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Трагедия случилась в ночь на 8 мая на трассе Алматы-Астана, где столкнулись Нива и Белая Субару со столичными госномерами. Иномарка неожиданно выехала навстречу и на полном ходу припечатала Ниву к дереву. В машине, которая врезалась в служебную Ниву местной охранной службы, находилась Мирвят Шабакпаева, дочь заместителя председателя агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Марата Шабакпаева. Владимир Токмаков, отец погибшего в ДТП молодого человека, который был за рулем Нивы, не может прийти в себя. Евгений Токмаков, сын, был начальником службы безопасности фирмы «Аристан-С», который в тот злополучный день объезжал охраняемые объекты. При этом на спидометрах обеих машин зафиксировалась та скорость, с которой они ехали в свой последний путь. У Нивы 47 км в час, а у Субару 180 км в час. При этом число оборотов двигателя иномарки составляли 8 тысяч. Кстати, на том участке ограничение скорости составляет 60 км в час. Спустя полтора суток водитель Нивы скончался. Погиб и пассажир злополучной Субару. Сразу же после ДТП медики зафиксировали на бумагах, что девушка находилась в сильном алкогольном опьянении. Однако все оказалось не так просто. Врач первой бригады, которая прибыла, она указала в карточке, что сильное опьянение. Нас по данным факту еще не опрашивали, не вызывали, ни запросы никак не делали. Даже не сообщили, когда слушали про честь это. Потому что даже у него, смотрите, у него служебное усоверение. Действительные личности, права, путевой лист. На заднем стекле огроменный логотип, что это фирма, машина находится в охране Ростан-С. Никто нам не сообщил. А им сразу позвонили в этот же день. Потому что кому мы звонили, они говорят, нам 4 часа поднялись, сообщили, что такое-такое-то несчастье. Понимаете? Нам 30 часов держали неведомие. А за это время место ДТП было тщательно убрано, все следы смыты водой. Родственникам Евгения Токмакова удалось раздобыть полицейскую сводку, в которой зафиксировано, что Мируверт Шабакбаева, 1990 года рождения, находилась на пассажирском сидении. Поэтому виновным в столкновении правоохранители считают погибшего друга. Факт в том, что девушку вытаскивали из машины, потому что она прям лежала возле водительского... Ее доставали. Ее доставали, она лежала возле водительского колеса, то есть на земле. Когда мы приехали на стоянку, на штрафстоянку, то есть мы увидели, что женская туфля лежала на водительском сидении. Из-под обломков мы увидели мужскую туфлю на пассажирском месте. Позавчера я встречалась с ее матерью в больнице. Мать мне утверждала, что она не была за рулем, она не была пьяна. При вчерашней встрече с отцом отец уже говорил другое, то есть что она уже ничего не помнит. Много вопросов возникает по поводу этого ДТП. У дознавателей своя конкретная версия. За рулем был молодой человек, который погиб, и в Веневе погиб человек. Девушка в качестве пассажира сидела. В настоящее время, значит, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 296, в части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Расследуется управление внутренних дел города Караганды. По ним, значит, назначены ряд судебно-криминалистических экспертиз. Большое будет проведение комплекса автотехнической экспертизы. Ну и по необходимости будет назначена и дополнительная автотехническая экспертиза. Субару получил основной удар в правую сторону, где находился пассажир. Шансов ни у кого не было выжить. Хозяина машины, а эта девушка поломала только себе два ребра. И якобы сотрясение второй степени. А вот молодой человек из Субару пострадал настолько, что его трудно было опознать. Родственники погибшего Евгения Токмакова намерены добиваться справедливого расследования. И у них есть несколько свидетелей, готовых рассказать правду. В ближайшее время на дорогах Караганды появятся новые знаки красного цвета. Они позволят улучшить движение транспорта на улице города. Все подробности в следующем материале. Новых дорожных разметок ярко-красного цвета пока нет. По словам чиновника, разметки появятся на всех дорогах в следующем месяце. Красные разметки, как считают чиновники, помогут обеспечить большую безопасность на улицах города. Данная мера позволяет разделять транспортные потоки встречных и попутных направлений. Помимо красного цвета на дорогах уже появляется и желтый цвет. Знаки, обозначающие пешеходный переход, теперь желто-белые. Эти разноцветные зебры уже есть по проспекту Бухаржирау и улице Бульвар Мира. В скором времени бело-желтые зебры появятся на всех улицах города. И наша полосатая жизнь станет цветной. Будем надеяться, что эти новшества повлияют на улучшение поведения на дорогах города. Амина Смакова, Айдын Жакан, Бахтия Роспанов, 1-й Карагандинский. Финансовой полиции Карагандинской области выявлено вымогательство крупной взятки начальником отдела областного департамента по исполнению судебных актов. Взятка должностному лицу предназначалась за участие и победу в торгах по приобретению товаров народного потребления, доставленных контрабандным путем из Китайской Народной Республики. Так называемый откат оценивался в 2,8 миллиона тенге. В свое время финансовой полицией Карагандинской области была пресечена деятельность преступной группы, которая и перевозила этот контрабандный товар. Три жителя Алматы и Алматинской области под видом стройматериалов и могильных плит провозили дорогостоящие товары и распространяли их по регионам Казахстана. Следствием было установлено, что за длительный период обвиняемыми были отправлены 15 вагонов и 2 грузовые машины контрабанды общей стоимостью в 1 миллиард тенге. Вот на этих конфискованных товарах и решил поживиться начальник отдела департамента по исполнению судебных актов. Установлено, что указанное должностное лицо в начале февраля текущего года получило от предпринимателя предварительную часть взятки в сумме 300 тысяч тенге за участие в торгах. После проведения и победы на первом этапе торгов он потребовал оставшуюся часть взятки и получил в общей сумме 1,5 миллиона тенге. Для участия в торгах по оставшимся лотам государственный служащий запросил у последнего 1,3 миллиона тенге, указав при этом, что без взноса данной суммы он не сможет участвовать в торгах. 1 мая этого года в отношении начальника отдела областного департамента по исполнению судебных актов возбуждено уголовное дело по факту подстрекательства к даче взятки. Впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal. Галвин. Херкюль. Торговая марка «Галвин» представляет. Эконом-серия «Профиль Галлдек» 53-й серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 миллиметра представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». Профиль Галвин 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 миллиметров. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит, полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка – серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 миллиметров. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 миллиметра. Помимо белого цвета, профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галдек не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Не успели коммунальщики объявить о завершении нынешнего отопительного периода в Караганде, как уже планируют предстоящие. Как сработали в этом году предприятия, услугодатели и что задумали на потом, народные избранники обсудили на очередной сессии городского маслехата. Подробности далее. Сбоев, отказов работы техники и неполадок в нынешнем отопительном сезоне было заметно меньше, чем в прошлом. Сделали выводы на очередной 35-й сессии городского маслехата. Тепловики, энергетики, водо- и газоснабжающие предприятия в целом сработали хорошо. Об этом народным избранникам доложил заместитель градоначальника. Он же рассказал о том, как готовиться к предстоящей зиме. По итогам отопительного сезона 2013-2014 годов в Караганде устранили Караганда-энергоцентр, ТЭЦ-3, 34 отказа, теплотранзит Караганда, 879 дефектов на сетях, Караганды-СУ, 883 дефекта на сетях, Караганды-Жары, 251 технических нарушений, газоснабжение было стабильное, постоянный запас 300-500 тонн, отключений ГРУ не производилось. Депутаты ежегодно создают временную комиссию, наблюдают, как готовятся и проводят отопительные сезоны в Караганде. Регулярно посещают услугодатели, подмечают плюсы и минусы, дают рекомендации. Ознакомлено заключение временной комиссии. Важным и нерешенным остается вопрос ремонта канализационного коллектора номер 10 ТО Караганда-СУ, находящего в аварийном состоянии. Поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возможности выделения денежных средств при последующем улучшении бюджета на ремонт этого коллектора. Необходимо разработать план мероприятий по исключению фактов хищения теплоизоляции тропроводов. Также были предложены следующие варианты. Это на опоры электросвещения установить видеокамеры, чтобы включались они одновременно с освещением ночью. И вместо оценкованного листа предлагается, он имеет коммерческую ценность, предлагается использовать другой вид теплоизоляции. То же самое, это пенополитановые скорлупы. Решением народных избранников на этой сессии было утвердить отчет местных властей об итогах минувшего отопительного сезона и задачах по подготовке и проведению предстоящего отопительного периода. В своем решении депутаты указали ряд рекомендаций, по которым, по их мнению, предстоит принять немало мер. Рекомендации депутатов – разработать план мероприятий под теплоснабжением малых поселков города, активизировать работу по тепломодернизации МЖД с установкой приборов учета. Продолжить передачу на баланс услугодателей безхозяйных инженерных сетей. Принять меры по демонтажу бездействующих ГРУ. Рассмотреть возможность создания в городе единой диспетчерской аварийной службы коммунальных сетей. Усилить работу по образованию в домах форм управления и другие. Общеизвестно, что семья принадлежит к важнейшим общественным ценностям. Семья – это то место, где человеку должно быть всегда уютно, где должна царить любовь и понимание близких. Республиканский семейный конкурс «Мирили от пасы» проходит во всех городах страны. Талантливые семьи из города Шахтинска тоже приняли активное участие в творческой борьбе за звание лучшей семьи года. Участники на конкурсе показывали свои способности в трех турах. Все этапы семейного конкурса по-своему оригинальны. В конкурсе, который проходил в городе Шахтинск, принимали участие пять семей. Все они показывали, насколько они дружны и насколько интересна их семейная жизнь. Участники семейного конкурса «Мирили от паса» демонстрировали свои творческие и также кулинарные способности. Не только родители, но и маленькие дети выступали с интересной программой. В итоге стали известны имена победителей. Я думаю, что очень важно проводить такие мероприятия, чтобы другие молодые семьи брали пример с таких людей, которые уже много лет прожили вместе. Нам, например, 20 лет. И дальше мы хотим счастливо продолжить свою жизнь. В различных обществах и культурах определение семьи может некоторым образом различаться. Ну а в семейном конкурсе «Мирили от пасы» все участники показывают сплоченность и любовь друг к другу. Собравшиеся сошлись во мнении, что подобные конкурсы должны проводиться регулярно. Конкурс «Мирили от пасы» прошел и в городе Сатпаеве. Шесть семейных команд соревновались между собой, рассказывая свои семейные и национальные традиции. Все участники были награждены ценными подарками и сертификатами. Глава государства распорядился проводить национальный конкурс «Мирили от паса» ежегодно в целях повышения статуса семьи и культивирования нравственных ценностей и позитивного образа семьи и брака. Такой конкурс провели и в городе Сатпаеве. Как обычно, участники показывали свои таланты и умения, а жюри оценивало их по достоинству. «Сегодня проходит конкурс «Мирили от паса». Все семьи показали свои таланты. Мы получили заслуженное место гран-при, чему очень рады». Конкурс состоял из трех этапов. Первый тур – приветствие. Второй – реализация своих талантов. И третий тур – участники представляли к калашу своей семье. Всего участвовало шесть команд. Все их участники оказались преподавателями. «Мероприятия подобного рода должны проводиться часто. Это дает повод молодежи задуматься о семейной жизни. Насколько это серьезно, чтобы в нашей стране стало меньше разводов и стало больше счастливых семей». Гран-при завоевали Кореевы и получили семейный приз «Плазменный телевизор». Лучшими стали Консбаевы, Абишевы и Жабаевы. Помимо бытовой техники, участников наградили сертификатами и грамотами. «Всех участников и казахстанцев поздравляем с праздником, с Днем Семьи. Самое главное не победа, а участие. Мы показали свои способности. Конкурс был очень интересным». В честь города Сатпаева в областном конкурсе будет представлять семья Кореевых. Жезер Абдраимова, Бахтер Распанов, Первый Карагандинский. Семейный конкурс проходит практически во всех городах и регионах области. Город Приозерск не стал исключением. Бериля Отпасы собрал все население в Доме культуры. В конкурсе, который проходил в городе Приозерск, участвовали три семьи. Это семья Маденовых, Жаксыбаевых и Алиевых. Семейный конкурс проходил в три этапа. Первый этап назывался «Приветствие». Во втором этапе конкурсанты отвечали на подготовленные вопросы. Ну а третий тур был творческим. Первым на сцену вышла семья Маденовых. «Армысыздар, аяулы көрерменім, өздірген қалай Орпақ кеменгерім, бүгімгі Мерилі Олпасында тазыметтім, алтында кемелеттім. Сәлем беру, қалптасқан салтымызда. Патшаларда қалпқа басынеген. Ассаламу алейкум, жиналған жүр, басыеп, сәлем берді жалпымызда». На сцене перед собравшимися конкурсанты демонстрировали свои творческие способности, пели мелодичные песни и показывали хореографические номера. А компетентное жюри, в составе которой была творческая интеллигенция города Приозерс, оценивала старания участников. Всем участникам республиканского конкурса «Мирили Отпасы» организаторы вручили грамоты и памятные подарки. Победители отборочных туров 23 мая примут участие в областном конкурсе, который пройдет в городе Караганде. И еще об одном. В Караганде на базе детского сада «Байтирек» впервые проходит областной профессиональный конкурс «Методист года». Для участия в конкурсе зарегистрировались 25 конкурсантов со всех регионов области. Сколько человек добрались до финала, узнаете из следующего сюжета. Методист, да еще в детском садике, профессия малозаметная. Но именно методисты запускают механизм, который является двигающей силой всего воспитательного процесса в дошкольном учреждении. Именно в детском саду закладывается основа самосознания ребенка как личности, как гражданина. Цель конкурса – это повышение профессионального мастерства и социального статуса методиста. И также выявление и распространение передового методического опыта именно на уровне Карагандинской области. Конкурс, конечно, своего рода тяжелый. Конкурсантам придется преодолеть четыре непростых тура. Сначала портфолио, затем проведение методического семинара. На этом втором этапе отсеялось 50% конкурсантов. На третьем этапе надо было провести мастер-класс, где и проявлялись все профессиональные таланты конкурсантов. Насколько тяжелые были конкурсы, говорит простой факт. До третьего этапа были допущены 8 участников из 25. И четверка лучших будет доказывать свое профессиональное мастерство на четвертом, последнем этапе. Он называется «Круглый стол» и подразумевает проведение дебатов с педагогической общественностью Караганды. Жюри считает, что самыми активными были методисты Караганды и Шахтинска. Конкурс привлек внимание всех методистов на школьных учреждениях. Каждый тур оценивался не только жюри, но и зрителями, которые на ходу перенимали опыт работы у своих коллег. Победитель этого первого областного конкурса получит почетное звание методиста-новатора. Но ему добавится и не менее почетная обязанность – проводить мастер-классы. На него будут равняться все методисты детских садов. По итогам конкурса будет выработано методическое пособие на основе наработок всех конкурсантов. Сергей Высокозов, Кайрат Рашитов, Бахтия Росбанов, Первый Карагандинский. Это была последняя информация на сегодня. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго. Аман Сауболгастер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова